Всем привет, с вами РЖ74, и я начинаю проходить аддон Возвращение Ребаланс 2.1. На игру Готика 2 Ночь Ворона Возвращение считается на первом месте среди всех модов. Ну, ясно. Действительно, там слишком много квестов, да, очень интересных. В то же время игра слишком сильно усложняется, но не так уж сильно. Делаю её интереснее. На втором месте Глобалмод, а на третьем, можно сказать, странник в тулу врага. Дальше я не знаю. Хотя, может быть, странник на четвёртом месте. На третьем скорее подойдёт этот, уже с кладбища. Заставочки пропускаем, всё равно они не снимаются. Не знаю почему. Но везде и у всех так. Видимо, так разработчики сделали. Как-то. Вообще, диалоги я уже буду пропускать. Даже и новые. Новые не так сильно. Наконец-то. Ну, всё говорят одно и то же вначале. Только мы в трусах появляемся. А не в каких-то... ...пижамах кожаных. Долженство. Тупо был из-ин. Своим это был его патрак. Это я негде. Всё, они тут говорят про врагонов, как вы помните. Нам их надо уничтожить. Пойти в Хоренис. Что в этом городе Хоренис? А не было. Они называли Паладина. Расскажи Паладина. Ну, а тут... Говорят про ловушки. Лучше их отключать, а то ничего не сможем грабить. Я не хочу так. Это он... Спящий беспредел. Чтоб хоть когда могли спать. Он нам ещё говорил про то, что нам надо пойти в Хором Спящего, забирать Ризель. Оттуда Ризель личку нашу. Это меч. Наш, собственный. Выберу я уровень сложности. Лёгкий. Супер халява. Это мант. Супер лёгкий. Фигня. Нормальный. Это мне уже не нравится. Хардкор. Я как-то... Не хочу проходить. Для меня это не интерес какой-то будет. Конечно, за то, что выбирали сверху уровень сложности. Это такое читерство нам даёт. Сейчас дадут тысячи золотых. Свитки. Эликсиры. Дар Спринта дадут. Генерацию энергии. Она не так сильно будет помогать в будущем, когда у нас в жизни будут доходить до... До 500 и более ХП. Забираем здесь зелье. Решётку можно теперь открыть. Вот здесь только. Потому что... Разработчики решили спрятать. Лиду, который открывает. Кнопочку такую. Она уже не на камине находится. Вот тот, кто с нами хотел поговорить нам об этом, сказал Ксардос. Он говорит, ты убил спящего? Говорит, да. Его зовут Дагод. Он такой одет, как ищущие. Они все так одеты. Каждый разный цвет. Говорят, они хранители, хранители мира, баланса, силы. Советую вам сказать, что вы согласны, готовы, иначе потеряете очень много квестов. И всего самого интересного и смысла, можно сказать, возвращения. Если вы будете играть магом, то вы станете хранителем. Если же воином, то вы будете храдримом. Всё. Ксардос нам сказал, что укриняне будет хранителей. Но наша главная цель остаётся убить драконов. Но так как я бегаю в труселях, я ещё не достоин сражаться дальше с волчком. Возьму зелье. Так. Там беляр. Серафисы берём. Вот древняя эта табличка. Она в простой готике находится там, где был Дагод. Как вы помните, сундук вот так вот тут спрятан хорошо. Но не совсем хорошо. Его достаточно видно. Заметить можно. Ну, однако, считается, что он спрятан так вот. Под стульиком. Тут я тупанул. Надо же в табличке рассказать лишних халявных столб-то получим. Смотрите. Теперь можно идти и вооружаться. Так. Берём дубину. Вот у нас электричание с собой. Так, отправляемся дальше. Сейчас будет наш первый враг. Это молодая крыска. Ну, фига она мне сняла в жизни. Что же, собираемся, что тут есть. Тут уже не так много, как было в простой готике. Факелла. Факелла, вода. Там и подобная хрень. В сундучке тоже ничего, кроме этих всяких свитков. Тут золотых уже поменьше. Я помню, валялся. Вообще-то пять всего. По всей этой комнате тут только две. Или больше. А, нет, три. Три. Ну, три. Но не пять. Ладно. Мы отправляемся дальше. Тут находятся скелеты. Стражек Сардоса. Личная охрана, которая никого не подпускает. Из животных именно. И подобных врагов, которые против нас. Наши враги, их враги. Вот тут. Наконец-то кошелек, свиток. Можно было бы сверху мне пойти. Спрыгнуть, как это я любил делать раньше. Но есть шанс разбиться. Мы отправляемся дальше. Сохраняясь только. Берем огненную стрелу и пыляем молодого волчка. Выносов есть как-то неохота все уже тратить. Да и в ближнем бою пока что сложнее драться. Раньше-то я возвращение как-то не любил, потому что когда выносов не стратилось, жизнь начнет тратиться, и я сдох. Вот тогда можно было меня новым назвать. Такое еще в том, что у меня ребаланс сильно баггерный, что ли, какой-то, не знаю, дебилизм, весь, какие-то багги у меня. Особенно вот, я не могу на седьмую главу перейти из-за того, что у меня какой-то там тупой баг, то, что у меня капитан не хочет отчаливать. Это что-то, я вообще ни разу не был в шестой и седьмой главе, но только по прохождением видел. Фаннахасана-то. Но все же, если я могу пробраться на седьмую главу, это уже будет летсплей. Ну... Чем прохождение. Но... Давно я еще, конечно, возвращение не играл, но большинство квестов я, конечно, помню. Но некоторые все же не помню. Скажу вам. Так что... В общем... Постараюсь меньше ошибаться, так сказать. А вот сейчас я не понимал, что за фигня была. Стрелы не хотели пускаться в вот эту маленькую фигню. Гоблином называется. Дубину гони. Вот так вот нормально мне сняла. С трех-четырех ударов и отруб. Ну вот. Гоблина вот убил. Опять хотел стрельнуть, да что-то не получается. И из-за этого я чуть не умер. Начал больше уворачиваться. Как гоблин, стараться, по крайней мере. Моносовь уже начал кончаться. В начале пятнадцатого моносовь, по-моему, дается. тут есть еще интеллект. Например, если вы хотите некромантом стать, вам нужен интеллект под сорок. То, что я выбрал уровень сложности просто легкий, мне интеллект пять. Если суперлегкий, то там двадцать сразу будет. Супер халява, там ничего не изменяется, кроме того, что вот эти тысячи золотые и подобные сюрпризы, которые он нам дал, они не дадутся. Он скажет, что там это специально разработчик Мануэль реально так сарно скажет. Так что ты там будешь играть или нет. Если вы выбираете, что я выберу другую сложности, то у вас игра вырубится. А если согласитесь, то придется играть. Чего слова, я на супер халяве не играл. За мной тараканище бежит. Но я с ним драться не собираюсь. Убьет нафиг. А у меня мана кончилась. Из России ничего такого прибавляющего к мане нет, поэтому придется бухать эликсиры, которые по 50 и более прибавляют. Ну так я боком побежал, потому что вдруг это жучара поджидает меня. Но нет, он сайзанец и просиживает здесь. На завтрак у меня будет жареный жук. Ням-ням прямо. Прямо все, что здесь есть. Гриболочки, мясной креп, это хороший гриб. К сожалению, здесь, когда вы прокачиваетесь, видите, жизни не прибавится, нифига. Было мне 75, а стало 80 за эликсира. Качать 80 надо их прокачкой. На жизни там тысяча с лишним стоит за прокачку. Да, качаться за деньги надо, к сожалению. нефига. Но перед тем, как я дойду до города, я уже, наверное, прокачаюсь там до третьего уровня. У меня уже будут личные очки обучения. Да и денег у меня уже вон штука полторы должно быть. На жизни пока не будем тратить, потому что это сразу же разорение будет. Для начала буду силу ловкость там качать. Больше ловкость, потому что я хочу стать магом. Я-то еще раз проходил за война ноль раз магом. Хочу именно некромантом. Магом огня это быть очень легко. Советую сказать их имена писать, выбирать халявный 50 опытов вам будут даваться. Все, а тут просвращиваем всякую фигню. Вот туда вас делало про его братьев, но они типа не умерли. Некоторые остались живы, горские такие, собирают болотник, а их основной лагерь находится у входа в родниковую долину. Все, мы берем повязку 20 спящего взяли. Единственная одежда, которая вначале самая сильная. И это фермеры вообще слабые очень. Вот в таком платьишке мы будем бегать некоторое время, до тех пор, пока у нас новая бронька и сил не появится. Ну, потому что здесь на броню надо иметь собственную силу. Так что, к сожалению, вот так вот все. Силу тут обязательно качать. Маг или воин. Воин это однозначно. В общем, брыжками так поднимаемся вверх. Сейчас нам на путь попадется черный грибочек. Нет, я имел ввиду молодой волчок. Пока что лучше свитками мочить, потому что в ближнем бою большинство шансов на то, что в завтраке будете участвовать волков вы. А тем самым вы поджарите. Прикол был бы в том еще, что не сырое мясо сразу же жареное было бы. Ну, жареный волк, жареное мясо, че. Внутренности тоже подгорели ведь. Вот так вот мы нацелились, попали волчка. Видите, тут нам достойно опыта дают. Но чем больше вредн сложники, тем меньше дают. еще больше денег надо платить за прокачку. А я уже легкий выбрал, это означает, что подороже будет что-то стоить. вот все подбираем здесь. Тут гоблины напали на кавалор, но он выживет. Когда я первый раз или как добрался до кавалор, у меня у меня убили, они и на меня сразу побежали. Вот вообще не везло тогда мне, когда первый раз играл. Издевалась надо мно игра. теперь с ним поговорим. Сверяем здесь все ближнее. Сундук не обдирать, потому что он на вас нападет. Так утром рабочке сделали. Да, теперь раскрываем наши кошелечки, которые мы получили в ближайшее время. Получим за это 1393. Почти полтора штуки. Теперь можно разговаривать с этим чудилом нашим другом Кабал вам. Скажем, что мы его знаем. Вот и еще 50 хп. Куда ты направляешься? опыта в эту добавлен диалог. знаю для чего. Ты куда сейчас? Не повод Алену, чтобы лишние записи мемники получить. Спрашиваем в кольцо воды, откуда у нее доспехи, как они там помирились с многими видами, во времена барьера старый и новый лагерь враждовали. А он ведь из старого лагеря, а многие воды из нового. Итак, эти свиты расспрашиваем про бандитов, получил волчин нож, с эфирчиком одним, сохранимся, пойдем приручать бандита, чтобы он был за нас. По мне, так лучше его не отпускать. Но не говорит, что у тебя будут проблемы. Потому что вы получите очень мало опыта, и его спасите за дно этого тупого ублюдка. Ну, кто считает его друганом, может быть, спасти его можно. Мы играем в средней диалоге, говорим, что один раз нас пытались обмануть, это было в праниковой долине, все, подружились с ним за 10 золотых узнаем, нанял убить нас. Картиночку возьмем, этого не говорим. Ну, все, этого достаточно. Можно теперь идти к Балурот говорить с ним о том, чтобы убивать бандитов. сразу же халявных что-то получим. 500 перепутал занять. Вот за него 200 опыта дали. А если его отпустить, то там в два раза меньше будет. С собой нет. Или даже 50 только. Или 150. Я не помню. Короче, меньше точно. Но я отпускать его не не охота. Вот сейчас за нас все убивает. Так, я походил, потому что я вспомнил о сундуке, которых хотела обобрать кавалорна. Но успею взять. Кстати, сундуки тоже приковала мне не обдирать тут этот сундук. Потом он тоже восторг зовет. И я наконец стоит. Ага, А что? Тогда он одни скажет. А если все говорят про письма, ватерсу нужно отдать. А диалог по-моему убрали вот этот. Насчет того, чтобы он дал нам 50 золотых, купили ближайших фермеров одежду крестьянскую. Подкрадывание это вообще рвешь. Шоу нафиг? Выносишь, понимая, она всегда свою цену так и оставляла. Сила и ловкость тоже. Обдирать пока не собираюсь. Иначе капец будет. Вот я иду за сундуком, но тут компания меня встречает хорошая такая состоящая из гоблинов. Я быстро побежал нафиг потому что их больше а потом я решил может это молодые гоблины достал дубину чтобы проверить что это гоблин потому что гоблин с одного маха меня убьет это точно еще 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 монстром стало меньше да 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 там еще возьмем тут тупая подстреливший одним монстром потом ободрать можно будет его сейчас сундучу берем пока есть время он идет и видите он не заметил даже ничего но может у других как то нет такой фигни что объявишься в пещере и он ничего не это нигде говорит там вам право ров у меня именно так и есть у тяжелая палка так я сундучок там у нас вот тут стрелы денежки и дополнительные лук которые она сейчас у нас на спине я взял свиток в дальнейшем он не сейчас очень сильно понадобится кстати как вы помните если конечно заметили решетки у ксартоса я же брал там что-то так по моему там было противоядие я уж не помню тут же противоядие очень сильно нужно потому что как я по моему говорила или нет если не говорю по скажу шерф не здесь травят нас у нас есть и стратится после этого периода к жизни это полный капец я уже прокачался почти байтфут и смысла я уже второго уровня третьего мне там тоже полторы штуки надо опыта сейчас нам встретиться шерф не и меня успеют жалить смотрю и что не прибавляющие изманы решил ее не прибавлять хотел шерф не просто бить их там трое всего лишь но боятся в ребалансе их стоит очень сильно даже стоит вот я тут у иносов все подбираю а тут запалил меня один я быстро начал подбирать он ко мне приблизился я пытался от него бежать но мне как взял шагану и вот теперь результат у нас есть побелело она тратится и как на зло этот ублюдок меня остановил я быстро начал выбирать самое важное чтобы получить халявных 150 опыта всем вину отдал туалет меня дебил быстро надо брать сейчас противоядие выпивать отлично теперь можно взять свеклу вот я беру там их она 20 в этом смысле я бы просто я привык свеклами называть потому что мои первые версии готики 2 ночью ворона это было немецкая там свеклы называли там идеологи были такие матюшинные некоторые потом непонятно как то описывалось я из-за этого и уже не понимал так можно теперь говорит слабо там что ты ты начнешь ведь еще кстати снизу и нас и беля стоит это очки репутации с богами данными попросим работу и чем 50 опыта кстати тут уже советую вам не брать в сундуке тогда по меня лежит одежда фермера по 100 стой версии сто ночь я бочки вы же именно знаете где находится можете просто просить у нас пять золотых и пойти и взять у него сундук все что там есть а тут уже не так у меня вообще тут возьмите сундук и его жена на вах нападет даже если вы одарите заплатили ему 50 но потом я понял что потом скажу что я именно понял в общем я эту дуру успокоил то крови под ней это моя была все похлебку взяли у нее 20 золотых монет попросили чтобы сундук так сундуки взял одежду фермера чтобы контара купить для нее вот это блин то что такое сковороду пришлось выбирать другой сэйф предыдущий последний вот он контар сейчас надо будет ним поторговаться тут я заметил что у меня для легких крестьянских одежды понял что я этого я сейчас не замечал бы я раньше это знал но я забыл паспорта то что если вы заплатите за одежду то он вам сразу же дает и он тебе а я еще своровал сундуки блин вот поэтому на меня и дура нападала она теперь у меня зато две крестьянских одежды и никто против ничего не имеет я торговец взяли у него пропуск сейчас с ним поторгуем всем продам свои дубиночки кинжалики всякие лишнее дерьмо а у него купим сковороду это я решил оставить робот продал дубину который держу надо было тоже продать но она при себе у меня просто есть шипастая дубина у меня она покруче уже да и радиус удар у нее покруче не как тут радиус удара очень сильно зависит то уже так что надо тут выбирать не только по силе себе оружие чтобы она и не радиус был хороший в основном радиусы мощные именно у дурочных оружие но они специально же длинные потому тяжелый дурочные медленнее но сильнее одноручный короче мне кажется сейчас кого дали да и тем более от этого урочного выносливо чем быстрое вы нам все равно я не буду ну что ж с вами был уже 74 спасибо за просмотр я пошел хренес